Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните. Мы открыты для разговора, для диалога и для ваших вопросов. Да, мы по-прежнему ждем ваших звонков. Давно этих звонков не было. И сегодня, когда я ехал на передачу, я думал, ну и на лифте поднимался, я думал, вот интересно и, может быть, как-то противоречиво. Погода нынешняя, исключительно жаркая, бушующий коронавирус и все остальные какие-то вещи, кажется, больше склоняют людей к тому, чтобы заниматься физическими, телесными делами. Ну, просто выживать в буквальном смысле, да, прятаться от жары, прятаться от заболевания, прививаться, вот, ну, думать, как выжить. Пить много воды. Да, пить много воды, думать, как выжить дальше. Ну, в общем, какой-то такой вот, какой-то такой процесс поддержания жизни необходимый. И вроде бы тут не сильно до психологии, потому что, может быть, обычно кажется, что психология — это что-то такое, следующее за физическими удовлетворениями, да, когда физический человек удовлетворен. Но это обманчивые ощущения, представления, так что мы не перестаем говорить и обсуждать вопросы психологии. Еще раз ждем ваших звонков. И, кстати, по поводу того, вот я вспомнил, мы с коллегой переписывались по поводу того, что, насколько люди сейчас реагируют на ситуацию нынешнюю. В общем, тревоги стало больше. У нас теперь есть по этому поводу такие подтвержденные уже данные. Значительно больше. Поэтому я надеюсь, что наша сегодняшняя передача будет кому-то в кон, ну, и, может быть, нам удастся на этом нашем общем корабле плыть дальше. Я знаю, у нас есть тема какая-то, да, Елена? — Ну, вы тоже предлагаете тему? Поговорим о тревоге, если ее стало много? — Я думаю, что мы поговорим о ней, если кто-то из... Ну, кто-то захочет об этом поговорить, потому что, может быть, из моих уст это звучит голословно, потому что у меня выборка очень странная, да? Все люди, почти все, которые приходят в кабинет, они так или иначе говорят о тревоге. Поэтому иногда может сложиться впечатление, что людей без тревоги нет. Хотя я выхожу на улицу... — Или как будто бы кроме тревоги ничего нет. — Ну, может быть, так, да. Вот. Так что, если будет такое желание, мы попробуем об этом поговорить. — Хорошо. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, я хочу предложить тему, которая, так случилось, стала обсуждаемой вот в кругу моих коллег за вот эти два дня рабочей недели. Почему? Потому что в выходные на Волгу-фесте мы делали фестивальную площадку, и там были мастер-классы. И вот коллеги, сотрудники отметили такой момент, что зачастую в активностях, которые предназначаются в большей степени для детей, дети участвуют в них, например, вот один вариант поведения, да, дети участвуют, но родители рядом стоят и транслируют такое поведение, то есть навязывая ребенку определенную форму поведения, говоря, вот возьми вот это вот там, да, или возьми побольше, еще побольше возьми, потом начинают выхватывать и что-то сами делать. И видно, что детям стыдно за такое поведение родителей. — А можете, я прошу прощения, можете пояснить, что значит «видно, что стыдно», что нужно увидеть, чтобы увидеть стыд? — Ну, ребенок краснеет, он краснеет, он перестает поднимать глаза на нас, он пытается потихоньку, ну, как бы так, не знаю, чтобы не услышали окружающие, одернуть свою маму такую очень активную. или вот когда там в активностях, наоборот, начинают принимать участие родители, а дети вот пытаются отодвинуть и говорят, ну, все, все, остановись уже, пошли, пошли, и как-то это тоже так потихоньку, и, ну, озираются на ведущих, да, как-то, ну, не знаю, стыд или не стыд, но определенная неловкость считывается. — У детей из-за родителей. — Да, у детей из-за родителей. — А у вас, раз вы сказали, что это среди коллег, есть какой-то, ну, разговор по этому поводу, может быть, случился? Я к тому, что вроде бы традиционно, я не знаю, поддержат ли нас меня телезрители, традиционно сейчас считается, что детям свойственно как раз без стыдства, а взрослым свойственно вот эта вот, ну, способность стыдиться или способность стыдить, да, способность замечать вещи, оценивать их, квалифицировать их как неловкие какие-то, да, неправильные, нарушающие традиционные какие-то нормы и, соответственно, вот говорить о стыде. Была ли какая-то дискуссия о том, что это какие-то особенные дети или это взрослые придумали, что детям стыдно или это, я прошу прощения, или это может быть тем, кто устраивал эти активности, было стыдно за тех родителей, которые, ну, в общем, привели детей, да, может быть, тут какая-то сложная ситуация? — Ну, интересный момент, что тему обсуждали взрослые, и было много осуждения поведения взрослых, которые себя так вели, то есть, да, вот так вот на равных как-то больше про взрослых думали, ну, да, про детей, но про взрослых думали, что ими движет, почему они себя так ведут, ну, то ли они дорвались вот до каких-то вещей, вот до этих творческих там, или вот чтобы как-то пообщаться с новыми людьми. И так как среди коллег многие родители, они начали вспоминать ситуации, где они обнаруживали, что их дети в какой-то момент стыдятся их родителей, ну, вот этих взрослых людей. То есть, неожиданно, вот, оказывается, да, детям бывает стыдно. Ну, например, вот одна из ситуаций, где свадьба, мама активно участвует тоже во всех этих конкурсах, и маленький ребенок... — Мама приглашена на свадьбу. — Мама приглашена на свадьбу, да, вместе со своим ребенком маленьким. И маленький ребенок говорит, ну, это возраст, может быть, 7-8 лет, вот так, начальную школу, говорит, «Мама, давай, когда я буду жениться, ты не будешь участвовать в конкурсах». Хотя все в рамках приличия. — Я начал обращаться к телезрителям. Может быть, у вас есть истории, где вашим детям было стыдно за вас, а вам, может быть, не было стыдно за самих себя? — Или, может быть, вам, как детям, будучи детьми, вам стыдно за своих родителей? Причем это же ситуация, может быть, независима от возраста. Я привожу пример с маленькими детьми, да, но это же, может, и в подростковом возрасте. Я думаю, что от этого и взрослые люди не застрахованы, у которых есть, там, не знаю, родители старшего поколения. — Ну, возможно. Да, есть ли, может быть, какие-то истории. И вот для меня это вопрос, как стыд регулирует какое-то поведение в данном случае. Интересен вопрос, что, ну, как будто взрослые и родители поменялись местами. И, может быть, поэтому этот «Волга-фест» так прекрасен. Ну, я имею в виду и другие фестивали, и другие какие-то события такие, где, в общем, ну, может быть, взрослые позволяют себе немножко больше, а, может быть, совсем намного больше, чем обычно. Ну, потому что фестиваль, потому что праздник, потому что им что-то предлагают. А дети и так живут в игровой среде, и, может быть, фестиваль для них не сильно является отличием. Ну, какие-то активности и активности. В общем, что-то тут такое закрученное, интересное. Вот. Ну, я не знаю, да. — Ну, может быть, да, это, может быть, и не является такой уж семейной проблемой, но... — Мы же не только проблемы с вами. — Да, некие акценты, такие вот взаимоотношения внутри семьи, вот, что называется, беру из актуального. Как вы думаете, Алексей, стоит ли вообще обращать внимание на эти моменты, да, вот, родителям, смотреть, как их дети реагируют, или детям как-то нужно говорить или не говорить своим родителям прямо? То есть что же у ребенка должен быть определенный, продвинутый, можно сказать, уровень, чтобы он смог сказать своим родителям, там, маме, например, «Мама, мне стыдно за твое поведение». — Действительно продвинутый уровень. Я подумал, ну, возможно, речь идет о том, насколько... Ну, об этой нормативности, да, об этой нормативности поведения ведется разговор, ну, в отдельной, может быть, семье, да, насколько стыд называется стыдом, и какие-то другие чувства называются, обозначаются по имени. Ведь, ну, обычно стыдом... Ну, со стыдом интересная история, да. Во-первых, для стыда нужны другие люди. Наедине с самим собой человек стыд не испытывает, ну, практически, да. Иногда стыд рядом находится с виной, то есть он может испытывать вину, но скорее не стыд. Стыд — это, ну, что-то в глазах другого человека. Вот. И стыд обычно, как чувство, сопровождает некий переход через социально установленные границы, через социально установленные нормы. Кем они установлены? Ну, они нами установлены, они обществом установлены. Я просто думаю тогда, что интересно, перешли на... Какие нормы перешли, какие границы перешли родители? Или что они такого сделали, что дети отреагировали, ну, таким специфическим, несвойственным для них чувством, да. Вот, кроме того, что родители стали вдруг детьми, может быть, жадными, может быть, агрессивными. Вот жадность как раз, да, жадность до вот участия какого-то была в них причем. Ну, вот поговорить о жадном ребенке внутри самого себя, внутри взрослого человека, который, которому в основном многое можно только в связи с выполнением договоренностей каких-то. Нельзя утолить жажду в магазине. Нельзя прийти и взять сколько хочешь. Можно взять только, ровно столько, за сколько ты можешь заплатить. Нельзя утолить жажду, я не знаю, там, где-то в транспорте проехать столько, сколько ты хочешь, столько, сколько положено, да. Ну и так далее. По многим каким-то вещам играть, да, не сильно сейчас какая-то игровая ситуация. Вот, поэтому, может быть, действительно вот таких игровых вещей не хватает, и когда дети начинают видеть своих родителей играющими. По этому поводу, кстати, очень много литературы есть, и особенной. И некоторые авторы считают, считали, что одной из ключевых определяющих человека черт является его способность играть. участвовать в играх, организовывать игры, вот, и, может быть, даже видеть игры там, где, ну, порой, и они не выглядят как игры эти взаимодействия, да. Вот, я не знаю, телевидение для кого-то работа, для кого-то может быть игра, да, как к этому относиться, да. Вот, поэтому, ну, вот, я так заглянул в игры. Ну, то есть игры очень сильно определяют существование человека, и мы обычно, точнее, участие в них. И в психотерапевтическом каком-то процессе, пространстве мы иногда говорим с людьми, которые приходят о том, ну, играют они или не играют. Иногда бывает так, что они перестают это делать. То есть дефицит игр или дефицит в реализации какого-то своего игрового настроения, он может привести к каким-то нарушениям, да, в нашей психике. Ну, если иметь в виду, что игра очень часто помимо научения, помимо контакта с кем-то, да, потому что игры, ну, во многом они социальный характер носят. Для игр редко нужен только один человек, ну, сам с собой, да. Обычно это все-таки с кем-то, вот. Но у них есть еще одна очень, опять же, важная черта, о которой мы говорим, это эмоции, это удовольствие. Вот сейчас идет огромная игра, в которую играют все взрослые. Чемпионат Европы по футболу, да. Вот, ну, часть взрослых играет, сидит у телевизоров, кричит, переживает, пьет какие-нибудь лекарства. Но они тоже, по сути, на поле, они же, ну, такое словечко идентифицируются с игроками, то есть они как будто бы сами начинают бежать по полю и пинать мяч. Да, но во что играют люди, которые не смотрят футбол? Тоже интересно. Во что вы играете? В ужин. В ужин? Пока мужья смотрят футбол, жены готовят ужин. Ну, играючи. Или каким-то особенным другим способом, чтобы... Игра — это же удовольствие. Игра — это эмоции, игра — это пиковые эмоции. Игра — это риск, игра — это даже какая-то определенная грань, где... Но четко уловимая, да, где ее важно поддерживать. Где игра еще остается игрой. В игре есть правила всегда. То есть если правила нет, это уже не игра. Ну, неизвестно, как взаимодействовать. Ну, в общем, вокруг этого всего как-то строится структура. Интересно, у нас развернулся разговор, и у меня такой вопрос возник к вам, Алексей. Приходит к вам человек, да, и вы обнаруживаете, что он перестал в какой-то момент играть. Вы в процессе работы, в том числе, возвращаете ему что, желание играть, способность? Учите его играть заново. Вот как работа именно с этой частью, да, внутри нас происходит? Ну, игру принято соотносить с детской частью внутри нас. Ну, выделять детскую часть. Может быть, не все это разделяют, но это интересная идея. И можно, те, кто не охвачен был этой идеей, можно, ну, заглянуть внутрь себя и в буквальном смысле представить или вспомнить внутри самого себя того себя, который был, ну, лет 30-40, может быть, у кого какой возраст назад, да? Кто это тот самый Алексей, минус там 40 лет, я не знаю, да? Как он сидит? Ну, может быть, поможем, да, телезрителям, как это в себе обнаружить. Вот вы сказали, Алексей, да, возможно, это был Алексей, ну, эмоциональный, увлеченный, да, радующийся всему новому. Даже вопрос не в том, какой он был, вопрос в том, какой он сейчас. И к тому, что какие-то признаки, может быть, обозначить, да, вот этого внутреннего ребенка, как его найти? Ну, это в буквальном смысле очевидно телесное ощущение, ощущение и чувство живости, может быть, подвижности, если речь идет о ребенке радостном и счастливом, ну, в текущий момент, удовлетворенном чем-то. Или это могут быть ощущения грусти, страха, расстроенности, одиночества, зажатости в должностовании какой-нибудь, в каком-нибудь, да, сегодня ты должен, я не знаю, в школу пойти, потом пойти на тренировку, потом сделать уроки, потом на музыку. Для ребенка характерно, дети же бессильны изменить многие вещи в своей маленькой жизни. Ну, они меняют это по-другому иногда, да, у них свои способы справляться с тем, с чем мы, они могут играть, они могут представлять, они могут фантазировать, что они всемогущие, то есть они бессилие переживают какими-то другими способами, надо сохраняться. Но вот эта вот идея, в которую мы развернулись, в которую мы двинулись, идея заглянуть и найти ребенка, и, ну, иногда это бывает в какой-то семейной, может быть, терапии, в консультации, где речь идет еще о детях, познакомить внутренних детей, родителей с ребенком, да, видит ли он своих родителей, своих папу и маму, играющими, телесными, подвижными, как больших таких животных, ну, немножко выросших, переставших быть щенками, да, и кутятами, выросших, но продолжающих двигаться, реагировать, ну, вот, как я говорю, телесно, эмоционально и так далее. Просто иногда бывает такая ситуация, что дети пугаются, когда они видят своих родителей играющими, ну, вдруг из родителей выглядывает ребенок, ну, где-нибудь, они едут на карусели, и родитель ребенок начинает орать во весь голос, когда там что-нибудь кружится, да, или он видит, как у родителя горят глаза, когда они куда-нибудь приходят, когда родители, ну, что-нибудь получают, я не знаю, подарок какой-нибудь, что-то покупают, деньги выигрывают, да, вот, и, ну, вот это вот знакомство ребенка со своим собственным внутренним ребенком, мне кажется, это очень интересная такая активность, вот, и, кажется, тот фестиваль, о котором вы говорите, и где была вот эта программа, это хорошая площадка познакомиться родителям и детям поближе друг с другом, да, и, может быть, дети видят что-то, что родителям было несвойственно, я повторяюсь, они переступили какие-то границы, ну, хорошо бы организовать этот разговор, если он, конечно, будет кому-то нужен, я имею в виду внутри семьи, дети вряд ли скажут, мне было за тебя стыдно, хотя, может быть, и скажут. Возможно. Мне интересно продолжить тему внутреннего ребенка, вот, заглянул человек себе, обнаружил, там, не знаю, этого ребенка затравленного или, наоборот, радостного, что дальше? Смотря с какой задачей, вот, вы сейчас начали говорить, я подумал, он иногда может заглянуть и очень сильно огорчиться, и увидеть, как, я имею в виду взрослый, увидеть, как много времени прошло с тех пор, с того момента, когда он был таким ребенком, а сейчас ему, может быть, 70, 80, 50, неважно, 40, 30, и кажется, что так много воды утекло. Но, в буквальном смысле, что дальше? Ну, можно адресоваться к этому ребенку. Иногда я, ну, некоторое время назад, сейчас я перестал так делать, я предлагал такую практику, домашнее задание людям. Ну, вот, когда мы условно выделяли этого ребенка, ну, например, сидя где-то в психотерапевтическом кабинете, мальчика или девочку какого-то возраста, да, ну, немножко, так сказать, беседовали по поводу того, как он мог бы выглядеть сейчас, во что он мог быть одет, как он сидит, где он сидит, когда вот мы с вами общаемся, где сидит, ну, там, Талена, которую вы представляете, да, что она сейчас делает, когда два взрослых человека, говорит, она, может быть, сидит, рисует, если принесла фломастеры с собой, или еще в уголочке там читает, да, или носится здесь. Это все можно представить, об этом можно попробовать поговорить, потому что человек про себя знает. Вот, а дальше у меня было такое предложение, ну, когда этот разговор был по каким-то причинам важным для человека, чтобы в конце встречи, ну, в буквальном смысле человек вышел, ну, вместе с этим ребенком. Допустим, у нас встреча через неделю, вот приезжает ко мне остепененный взрослый мужчина. Вот мы с ним об этом поговорили, он уходит домой, я говорю, вы его заберете, ребенка? Да, заберу. Вот, ну, куда-то в машину посадите. Представляете периодически, что вы делаете, да, вы его куда-то в машину посадите, рядом с собой, на заднее сиденье, забудете о нем, как о, ну, ерунде какой-то, когда выйдете из кабинета, да, или вы его поведете, ну, что-то показываете ему, как мир изменился, поведете его в... В парк на карусели, как говорится. Да, я иногда очень люблю задавать взрослым один вопрос, ну, своим коллегам, друзьям, может быть, и себе, безусловно, тоже. Я спрашиваю, когда знаю, что день рождения у человека прошел, или вот-вот, что ты себе подаришь? Ну, в этом смысле это буквально, что ты подаришь, ну, для меня, что ты подаришь внутреннему ребенку, что согреет его, да, что за... Вот, и в это иногда очень интересно играть. Иногда ответ ребенка не приходит в день рождения, иногда приходится ждать, ну, это у меня так, месяц, может быть, два, когда, наконец, он чего-нибудь скажет. Но когда скажет, это настолько очевидным становится, что вот нужно вот это. И от такого подарка... Были какие-то неожиданные подарки и открытия, если можно об этом говорить? Да, в зрелом возрасте, ну, я не помню, лет 35, может быть, я вдруг во сне, мне приснилось после дня рождения, что я играю на пианино, на синтезаторе. И подарка в тот момент не было, после дня рождения уже было несколько месяцев, по-моему, пару. И на следующий день я пошел и купил. Вот. Ну, вот это один из таких... И я наслаждался, играл в течение, ну, я не знаю, ну, просто вот нажимать на клавиши, что-то там сидеть, включать. Сейчас же, ну, они как игрушки, разные инструменты, разные звуки. Вот. Ну, какие-то гаджеты, наверное, сейчас не стоит брать во внимание. Хотя раньше, ну, какие-нибудь часы, в которых можно плавать, бегать, я не знаю, там еще что-то делать, да, которые вот такой активностью обладают. Ну, в общем, вот какие-то такие штуки. Вот. И возвращаясь, что делать, вот можно с этим ребенком попутешествовать в течение какого-то времени, посмотреть, как... Что вы делаете с ним, когда садитесь есть? Как вы спать отправляетесь? То есть вы ему что-то рассказываете там внутри? Какую-то сказку? Или вместе ли вы засыпаете? Или порознь? Он где-нибудь там в детской. Поздно ли вы засыпаете? Или рано? Как вы его пробуждаете? Что вы ему говорите, когда он просыпается? Ну, самому себе, да? Перед зеркалом, например. Ну, это такая очень, мне кажется, для некоторых людей такая креативная и эвристичная, как сейчас говорят, практика. От слова эврика, да. Я хотела спросить. У меня прям фантазии как-то начали рождаться в голове. Если человек в процессе вот этого представления, визуализации этого образа себя рядом, начинает вспоминать какие-то моменты из своего детства, которые были, возможно, травмирующими. Может ли он во взрослой жизни скорректировать, обращаясь к самому себе через этого внутреннего ребенка, не знаю, скорректировать свое настроение или восприятие, или какие-то установки. Пример приведу. Почему-то вот слушаю вашу историю. Я вспомнила книгу, не буду называть автора. Она такая фантастическая про волшебников. И вот там главный герой оказался заколдован каким-то зельем или заклинанием, я уж не помню. И вот пришла там мудрая волшебница. Надо было ей вот после этого зелья его восстановить. И она подошла к ним и говорит, там, ой, солнышко, там, золото мое, просыпайся, глазки открывай, там, да, новый день тебя ждет. И вот остальных там, кто герои стояли и спрашивают, ты вообще что-то так с ним разговариваешь? Он говорит, ну, это вот такое заклинание, что человека можно разбудить только таким образом, как его мама в детстве будила. Ну, и чаще всего, она говорит, это вот приходится очень резко кричать, там, не знаю, а ну, вставай, там, опаздываешь или еще что-то. Я к тому, что вот взрослый человек, вспомни, как его укладывали в постели или как он просыпался, может ли он изменить, не знаю, грусть от прихода нового дня на радость с помощью этого внутреннего ребенка. У нас не так много времени, если можно... Ну, тогда коротко, Лен. Я из тех людей, из тех терапевтов, которые считают, что изменить можно все. И мне очень самого вдохновляет этот подход. А по поводу травм я вот так, наверное, отвечу. Ну, во-первых, есть общая тенденция сейчас рассматривать детство с травматической стороны. Не буду углубляться почему, но мы тоже психологи в этом постарались. То есть идея травмы, она везде. Я в детстве травмирован. Можно поставить под вопрос, так ли это или так ли это однозначно, да. Может быть, к этому, об этом можно поговорить и отнестись по-другому. А тот ребенок, о котором вы говорите, который там переживал какие-то сложные моменты и, вероятно, продолжает переживать в памяти, потому что продолжает к ним возвращаться, у него иногда появляется партнер в лице психотерапевта или психолога, с которым он может к этим переживаниям наконец-то приступить. Может быть, обсудить их, может быть, частично вспомнить, поделиться, получить поддержку. И, в общем, иногда из этого получаются вполне себе такие целебные работы. Причем для обоих участников. Как для пришедшего клиента, как принято сейчас называть пациента, да, и для самого терапевта. Ну, если правильно я услышала вас, не всегда это стоит называть именно травмой. Травмой, психологической травмой, ну, в это можно заиграться в том смысле, что, в плохом смысле, в том смысле, что это, ну, не сильно куда-то приведет, потому что идея травматизации, идея ретравматизации, ну, вот этого всего, она, ну, имеющая в основном психоаналитический контекст, да, потому что идея травмы оттуда пришла, вот, ею, как и любыми другими концептами, можно, можно, как это сказать, уйти далеко с ней. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Для меня время нашей передачи прошло очень быстро. Спасибо вам. Спасибо нашим телезрителям, что были с нами. Смотрите нас каждый вторник в прямом эфире на телеканале Самарагис. Да, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok